9 единиц коммунальной техники расчищали дороги, еще 2 спецмашины-тротуары. К наступлению ночи субботы большинство работ было выполнено. Продолжили в воскресенье. При температуре воздуха ниже минус 20 градусов иногда перестает работать гидравлика. В понедельник с сотрудниками администрации был произведен контрольный выезд по территории Усть-Уга с целью определить качество и объем произведенной уборки за выходные. Обнаружено несколько переулков, небольших улочек и несколько тротуаров, на которых работы не были произведены, что было сразу незамедлительно сказано подрядчикам. И вчера они приступили к устранению этих замечаний. Во вторник основная цель работы коммунальщиков сменилась с расширения проезжей части на уборку снегособочин. Спецмашины собирали его в кузова грузовиков. Те в свою очередь увозили на площадку складирования. Начали с улицы Красной, на которой автомобильное движение интенсивно в любое время суток. Определены улицы Красная, Советский проспект и Набережная с прилегающими переулками. Это те улицы, откуда будет снег или вывозиться техникой на специализированную площадку или убираться ротором на обочину с проезжей части. Трактор с установленным на нем роторным снегоуборщиком расчищал улицу Набережную. Собранный снег улетает вниз, на бетонные плиты. Таким образом его не придется увозить за город, на площадку складирования. Их в Великом Устюге две. Одна на Слободке, другая рядом со строящейся дамбой. Сюда отправляется снег, убранный с дорог, где применить ротор невозможно. Сейчас здесь вывалено содержимое двух десятков кузовов грузовиков. Места для вывозимого с дорог снега здесь должно хватить до конца зимы. Но не все дороги Великого Устюга коммунальщикам удается расчистить. Ряд улиц и переулков, где чистка не была проведена или расчистка снега не была проведена в полном объеме, и поступили нам жалобы при выезде. Выяснилось, что там мешает техника, оставленная на обочине проезжей части. И коммунальная техника не может в этом месте проехать. Поэтому расчистка проводится или до такой стоящей машины, или вообще на данном участке, если он небольшой, не проводится. Если же проезжая часть ничем не загромождена, но грейдер до сих пор не появился на вашей улице, то следует обратиться в отдел городского хозяйства по телефонам. Илья Ковалев, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».